Юра, расскажите мне, пожалуйста, первое, химияпорт, но вы находитесь в Америке, и чем вы там конкретно занимаетесь? Мы занимаемся иммиграцией нашей компании. Компания называется «Русская Америка». Вы можете в наш сайт зайти и в раздел «Пресса» зайти, и там очень много есть статей обо мне и о компании. А во сколько лет там вы находитесь? Шестой год. А вы сразу приехали, именно этим стали заниматься, или до этого еще занимались? Сразу приехал и начал этим заниматься, но, наверное, месяца через 4, потому что первые месяца я работал по найму. А семья есть у вас? Уже новая семья в Америке, да, уже дочка родилась даже недавно. Прекрасно, поздравляю вас за счастливые события. Юра, смотри, я просто думаю, сейчас, как она может вас снять, я посоветуюсь корреспонденткой. Наверное, все-таки мы на работе бы вас бы снимали, если бы, возможно, может быть, с каким-то клиентом, раз какого-либо лет занимаетесь, да, именно вот этой работой. Без проблем. Без проблем. А вот этот, да, у вас телефон, получается, мобильный? Ну, у меня есть личный мой мобильный, я сейчас напишу тебе мой личный, потому что этот рабочий, он у меня загружен очень, и иногда по нему тяжело прорваться. Пишу лично. Давай, потому что мы будем туда договариваться, а в Нью-Йорке, да, в самом новой? В Нью-Йорке, в даунтауне, прямо 300 метров от Уолл-стрит, поэтому, как бы, очень центральное место, легко приехать и с ним. Просто мы будем договариваться с кем-нибудь из наших местных корреспондентов, чтобы они там уже с вами связались, дадим вам там задание, о чем-то, как бы, кстати, поговорить, как вас снять. Вот, скажите мне тогда вопрос по поводу, нам бы еще парень человек, кто мог бы тоже, ну, какой-то интересной истории, кто мог бы нам рассказать, может, у кого-то там бизнес тоже есть, или там еще какая-то история, я не знаю, что-то, вот, о чем можно пообщаться, рассказать и показать интересные картинки, да, о них там, где-то там живут. Я просто не очень понимаю, что российская телевидение будет рассказывать о жизни в Америке русских людей, и что-то не укладывается в голове. Ну, просто, как бы, знаете, как бы, у нас посыл, то есть, специальный репортаж, он строит заседанная история. Да, но в каком это будет контексте, в каком это будет контексте? Вот я вам сейчас расскажу, смотрите, у нас, так как основа репортажа, то есть, мы говорим сейчас о выборах, да, в Америке, и мы рассказываем, то есть, вот, снимаем у нас в России американцев, которые рассказывают о своем мнении, о кандидатах, да, то есть, как бы, мы там никакую позицию, там, ни кучей стороны сейчас не принимаем, но нам просто интересно, что говорят американцы в России, и русские в Америке, да, в выборах собственных мнений, и о каждом кандидате. Я понимаю. Может, кто-то вам импонирует, кто-то нет, и почему. Яс. Вот, а ваша история, да, то есть, мы, как бы, рассказываем жизненную историю, вот, человек приехал, там, если, как бы, на вас, да, вот, приехали в Америку, чем вы там занимаетесь, а вот, как бы, там, основались, то есть, тут нет никакого контекста, в том плане, что нужно как-то что-то опустить, или, наоборот, приподнять, что-то возвысить, да, то есть, тут именно реальная история и мнение о выборах. Хорошо. Мы рассказываем, и мы расскажем. Про выборы расскажу. Про выборы расскажу. Окей, хорошо, я подберу еще несколько историй, ваш корреспондент, когда приедет, я ему подберу людей. Ну, мне надо заранее. Заранее? А, ну, это должны быть именно предприниматели, или это могут простые люди? Это, это, даже если простые, то вообще идеально. Просто я привожу, как пример, я просто, например, видела, что есть вот такой вот Додо Пицца, да, по-моему, там вот. Додо Пицца, да. Федоровщеников, но он, 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 он не в Нью-Йорке, да, он, по-моему, в Миссури, да, или в Миссисипи, какой-то штатный. Он что-то писал, он пока не откликнулся. Кто еще? Я ему писала, говорю, но что-то он пока не откликнулся в фейбуке, я ему писала. Я думаю, что вы его знаете. Вот, ну, что-то подобное, может быть, какая-то история. Я вам как пример привожу, то есть, а если обычные вообще люди, то все прекрасно. То есть, чем проще люди... Ну, хорошо, я, а вам только россияне или украинцы, белорусы, казахстанцы? Лучше россияне, лучше россияне, чтобы мы уже совсем политику, да, веселые, именно русские люди. Хорошо, я вам тогда подберу из наших клиентов кого-то, у нас их очень много. Давайте, парочка человек с интересной историкой там готовы, хорошо, интересно говорить. Расскажите, мы обсудим тогда с корреспондентом, мы решим что-то. А нам надо прямо в ближайшее время, чтобы мы уже там... Ну, я вечером сегодня подумаю о таких живых, потому что есть стеснительные очень. Вот, и дам вам... Более просто, украинцы более разговорчивые, как показывает практика, чем россияне. Поэтому, ну ладно, подберу, подберу, хорошо, россияне. Отлично, ну, давай тогда, может быть, завтра, по вашему времени у вас здесь, да, сейчас. А сейчас, там, где-то в это же время, может, если раньше у вас будет... То есть, завтра приедут уже снимать, да, просто как бы... Да нет, завтра же мы уже знали, о чем мы можем снимать, и уже... Ну, надо, чтобы они все в офис приехали в одно и то же время, или что? Нет, 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 смотрите, да, ну, как бы вас мы можем, допустим, как пример в офисе, да, снимает вас, вашу историю. А их не нужно просто понимать, что у них за история, что они там делают, почему они приехали, и тогда мы уже решим, где мы их будем снимать. Вот, то есть, если что с работой связано, значит, на работе мы их будем снимать, если вы будете в офисе. Хорошо, хорошо. То есть, это нужно просто понимать, что это за и то ли, тогда уже определимся, где их снимать. Окей, я давайте вечером, сейчас просто у меня сумасшедший дом, вы это видели по звонкам, я даже поговорить не мог. Да. Я вечером посижу, посмотрю, там, вас интересует больше, кто в последнее время приехал, последний год? Ну, не обязательно. Ну, посмотрю по своей, я, в принципе, у меня все клиенты в записной книжке, в телефоне, просто так пробегусь, просмотрю, кто именно такой живой, потому что есть вроде интересные истории, но их не выговоришь, они не хотят делать видео. У меня сама проблема с ними записать видео даже для Ютуба. И иногда бывает, и даже уже мы им сделали услугу, и все недовольны, говорю, давай запишем. Да не, стесняюсь, да там будут родственники говорить, и знаете, тем более, что такая же Америка злой, это ж большая политика с ней, ну, ну, в основном посыл такой все-таки в России. Окей, хорошо, ладно, договорились. Все, договорились, все, до свидания. Хорошо, давайте, до свидания. Все, спасибо огромное, на связи, до завтра, до свидания. До свидания. Продолжение следует...